Всем привет! Сегодня мы находимся в сервисной мастерской и снимем видео обзор на ASIC S9 Hydra. И сразу перейдем к комплектации. В нее входит непосредственно сам майнер, блок питания PV5 на 2,6 кВт, градирня, переноска для блока и комплект подключений для градирни. Стоимость всей этой комплектации порядка 900 долларов. Ну и сейчас, наверное, перейдем к его характеристикам, как все здесь устроено и как это все работает. Итак, по характеристикам. 18 ТХ, потребление 1,7 кВт, по уровню шума производитель заявляет 45 дБ, хотя если будет работать еще блок питания, я думаю, будет все намного громче. Ну и внутри у нас 4 платы с чипами, которые охлаждаются с помощью водоблоков. Что там внутри, более подробно сейчас посмотрим. Ну вот мы и разобрали устройство и сейчас более подробно можем видеть, что находится внутри. Как ранее говорилось, это 4 платы с чипами и водоблоки, с помощью которых происходит охлаждение. Сбоку мы более подробно можем видеть, как устроен сам водоблок. Он имеет два патрубка, в один из которых входит холодная вода, проходит по водоблоку и забирает тепло от чипов, то есть их охлаждает. Далее она горячая выходит из водоблока. Их здесь у нас 6 штук. Входы и выходы у них объединены в коллектора. Циркуляция осуществляется с помощью помпы. Она находится на градирне. То есть горячая вода выходит из асика, попадает в градирню, где охлаждается воздухом с помощью кулеров. Их тоже 6 штук. И далее холодная опять попадает в асик. Процесс замыкается, он цикличен. Так и происходит в общем охлаждение. Все подключается с помощью шлангов, которые идут тоже в комплекте с устройством. Единственный непонятный момент, это для чего нужен вот этот кулер, который расположен впереди асика. Каких-то отверстий для забора воздуха в самом асике нет. Единственный воздух, скорее всего, может забираться только через какие-то щели, которые находятся в местах подключения самих плат. Но что он охлаждает, довольно-таки непонятно. Если у вас есть какие-то соображения, вы пишите их в комментариях. Может кто-то и знает точный ответ на этот вопрос. В общем будет интересно узнать и нам. Сейчас мы все это собираем, запускаем и смотрим на его реальные характеристики. Собрали устройство, подключили его к сети, подключили интернет, подключили к градирне, к системе охлаждения. Подсоединили все патрубки. Сейчас там циркулирует в качестве охладителя вода. Асик майнит, работает. Ну и сейчас перейдем к каким-то его реальным характеристикам. Сразу по энергопотреблению. С розетки 1850 ватт. Производитель заявляет на Асик 1728. Но с учетом КПД блока питания цифра реальная. По шуму. Уровень шума заявленный 45 дБ. Сейчас замерим, посмотрим, что показывает. В районе 57 дБ. Это в самом как эпицентре шума. Если мы чуть-чуть отдаляемся, надо понимать, что шум сразу в уровне шума падает. То есть в районе 45 дБ на расстоянии метра от Асика. По хешрейту 18 терахешей. Хешрейт мы продемонстрируем на мониторе. Какой он показывает, реальный или нереальный. Все это увидим. Ну и дальше проведем какие-то сравнительные характеристики. Зашли в веб-интерфейс Асика. Наблюдаем хешрейт. 18,4 терахеша. Даже выше, чем заявлено. По температурам чипов 68, 70, 67. То есть в районе среднее где-то 69 градусов. Температура плат 53-54 градуса. Итак, по параметрам S9 Hydro, которые вы могли наблюдать на мониторе, а также по энергопотреблению, которое мы показывали чуть ранее, мы сейчас проведем сравнение с S9J, который работает в нашей стойке на базе иммерсионного охлаждения. В видео на обзор по характеристикам S9J в нашей стойке вы можете видеть в правом верхнем углу в подсказках. Итак, перейдем к цифрам. Сразу начнем с потребления. S9 Hydro. Потребление 100 ватт на терахеш. S9J в иммерсионке 93 ватта на терахеш. По стоимости терахеша S9 Hydro 53 доллара за терахеш. S9J здесь мы скажем два параметра. Это первый будет характеризировать работу ASIC в стойке с охлаждением на проточной воде. Второй в стойке с автономным охлаждением при помощи градины. Итак, первый вариант 24 доллара за терахеш. Второй вариант 30 долларов за терахеш. На этом мы завершаем свой обзор. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы их задавайте в комментариях. Мы на них обязательно ответим. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok